Фестиваль «Воздух» Фестиваль «Воздух» Фестиваль «Воздух», который проходил в Карелии с 2005 по 2009 год, как раз и был тем местом, где люди эти особые положительные, хорошие эмоции, радости испытывали. И, конечно же, многие этого события ждут давно, они его заждались, и мы с радостью сообщаем о том, что фестиваль «Воздух» состоится в этом году, в первые выходные сентября, с 6 по 8 сентября, на загородной базе «Авиаретро», где туда смогут приехать все те, кто стасковался не только по хорошим эмоциям, но и по живой музыке в исполнении самых именитых российских музыкантов. Максим, ну вот я вижу, что у вас-то глаза горят в первую очередь, вот у вас именно. А для чего нужно было восстанавливать из пепла этот загубленный, я так бы сказала, фестиваль? Зачем тебе это надо? Так мало всего происходит в этой жизни. Лично мне скучно, и мне тоже не хватает этих эмоций. И очень приятно, что идешь по улице, спрашивают, а будет воздух? А будет воздух? И так случилось, что вот в этом году мы наконец-таки разрешили наш главный вопрос с площадкой. Мы нашли ту площадку, которая, как нам кажется, для нас является самой удобной и безопасной, та, на которой мы можем с большей уверенностью говорить о том, что воздух пойдет хорошо. Это загородная база авиаретро, которая находится на живописном берегу озера Кончизера, сосновом бару. И вот воздух уже неоднократно менял место. Мы помним, что он был в разных местах. И нам очень хочется надеяться, что вот в этой новой площадке, в этой уютной сосновой роще ему будет хорошо. Ну, это, конечно, я думаю, хорошая новость для поклонников хорошей музыки. Максим, ну давай о главном. Какую музыку, кого мы увидим, что услышим на фестивале? Воздух – это фестиваль живой музыки. Поэтому на нем все артисты, которые приезжают, музыканты, они исполняют музыку всю вживую. Не буду говорить о группах, но скажу так, что воздух давно перестал быть тем событием набором концертов, набором каких-то выступлений отдельных исполнителей. И люди едут на воздух вовсе не для того, чтобы послушать какую-то конкретную группу. Они идут туда, потому что это событие само по себе. Потому что ничего аналогичного в радиусе тысячи километров нету. И группы в данном случае, именитые артисты, являются просто прекрасным дополнением этому замечательному событию. Радостно, что вот на сегодня я хожу по улицам, захожу в кафешку, в автосервис или куда-то, и люди не спрашивают ничего, спрашивают только одно – где купить билеты, как туда поехать. То есть им все равно, кто там уже будет. Они едут на события, и это очень важно. Это наш бренд, наш карельский, петрозаводский бренд, который создан вот нами всеми вместе, жителями в первую очередь Карелии. Многие ведь отмечают, что фестиваль «Воздух» отличается от других фестивалей тем, что на нем есть душа, своя атмосфера. Какая-то вот такая добренькая, хорошенькая, где все друг друга любят и знают. И живая музыка, которая там будет исполняться, просто является дополнением к этой атмосфере. В этом году «Воздух», как всегда, посетят самые именитые музыканты России, и даже будут музыканты из-за рубежья. Максим, а признайся, насколько сложно пригласить именитых музыкантов на подобный фестиваль? Ну, я имею в виду, не знаю, таких легенд русского рока, как Константин Кинчев, например. Все зависит от того, на что вы их зовете. Если это корпоратив, на котором нужно просто, как говорится, все ребята хоры отработали лавэ и ушли, то это одно. Там и ценники другие. А когда речь идет о фестивале, это другой формат мероприятия для артиста. И артист, выбирая между тем, куда ему ехать, он, конечно, склоняется всегда в пользу фестивалей, потому что там другая атмосфера, больше людей, ему это самому интересно. Но как только вот сейчас, последние два месяца, мы начали говорить группам о том, что фестиваль «Возвух» возрождается, как вы смотрите на сотрудничество, я не слышал ни одного отказа. Они все говорят, очень хотим приехать, очень сами ждем, они снова хотят... То есть это бренд уже? Это состоявшийся бренд, и несмотря на то, что его не было последние пару-тройку лет, это то событие, которое находится не только в головах, в памяти у людей, но и явно в сердцах, а на душе. В том числе и у музыкантов, которые очень часто выступают в футболках «Воздух» на других мероприятиях, на других фестивалях, на больших концертах. И каждый раз спрашивают, в следующем-то году мы едем или нет. Едут. Давай о самом главном. Билеты. Когда в продаже, ориентировочная стоимость, система абонементов будет ли? Мы решили сохранить ту систему билетов, которая была раньше. То есть будут как входные билеты на один день, так и билеты на три дня, и также VIP-абонементы. Как всегда, мы начинаем продажу билетов с абонементов, как самого востребованного билета, который позволяет по максимально выгодной стоимости посетить весь фестиваль. То есть что такое абонемент? Это единый билет, который позволяет нам три раза, три все три дня прийти на фестиваль. То есть один билет, но он действует три дня. И они поступят в продажу уже со следующей недели, ориентировочно со вторника, скорее всего. Их можно будет купить во множестве точек продаж. Об этом мы, конечно, скажем в рекламе. При входе можно ли будет купить? Да. Уже начиная с 5 августа в продаже появятся остальные виды билетов. Это единый входной билет, когда человек просто пришел один раз и зашел на фестиваль, и если он снова вышел, то ему нужен новый билет. А также VIP-абонемент. И в этом году мы создаем, так как сама площадка такая, знаете, чуть более уютная, чуть более комфортная. Вот раньше было, приходишь в аэропорт, там пески, например, такое огромное поле разгулянное. То есть это с одной стороны клево, а с другой оно все-таки большевато. Ну у нас не 100 тысяч человек. Вот площадка, например, базы Олимпийского резерва, наверное, была самой комфортной. То есть вот она по площади и по количеству людей была такой самой, что ли, удобной, и все туда хорошо вмещались, и еще даже место оставалось. Так вот сейчас, когда мы говорим об авиаретро, эта площадка стала совсем уютненькой. Она по площади, поверьте, не маленькая. Туда облезет достаточное количество людей, но там будет достаточно уютно. Там просто зонирование происходит. Это не все, как обычно, в одном месте будет. А немножко в разных местах будут стоять разные сцены, зоны питания, зоны аттракционов. Они не все в одной куче, а в разных местах. В сосновом, красивом бару на берегу озера. И вот, например, в этом году вип-зона сильно изменится. Она будет с рестораном, в котором можно будет отведать хорошие продукты питания, с хорошими напитками, в том числе дорогими. И также эта ресторанная зона и вип-зона, они будут находиться непосредственно рядом с главной сценой, с бэкстейджем. И мы по опыту предыдущих лет решили снова всех музыкантов, которые к нам приезжают, выводить на фотосессии, на такие дружеские приветы как раз вип-зона. Поэтому в этом году она будет интересная. Вот, кстати, фото и видеосъемка разрешена? Разрешут принести фотографию? Фестиваль «Воздух» не ставит в этом плане никаких ограничений. Снимайте, фотографируйте. Главное, фотографируйтесь с друзьями, чтобы вот та радость, которую вы там испытали, вы потом ее хранили в себе целый год. Ведь очень же много людей приезжают на воздух, и там встречают не только старых друзей, не только своих одноклассников с других городов. Они там встречают свою любовь. У нас были на фестивале такие случаи, когда там мальчик с одного города, девочка с другого города, они познакомились на фестивале, и в следующем году специально сыграли свадьбу в день фестиваля. И вот девушка в фате, он там вот в костюме, со всеми друзьями приехали на фестиваль «Воздух», чтобы вот этому событию, где они познакомились, месту отдать вот дань уважения. Поэтому обязательно надо брать с собой фотоаппараты. Сейчас у всех есть мобильные телефоны. Все фотографировать, все выкладывать в социальные сети. И делиться с друзьями вот той радостью, которую мы там, я надеюсь, все снова будем испытывать. — Максим, авиаретро находится не так близко от города. Как и на чем туда будем добираться? — Я бы сказал, не так далеко от города. От Древлянки до туда ехать 15 минут на машине и 20 минут на автобусе. То есть, например, от Древлянки до Ключевой, может быть, будет ехать дольше, чем от Древлянки, от Сигмы, например, до самого авиаретро. — В частности, точно. И понятно, что мы будем просить всех гостей воздержаться от использования личного транспорта и использовать общественный транспорт. Мы организуем при помощи администрации города Петрозаводска несколько дополнительных маршрутов автобусов. И мы посчитали, что то количество людей, которое мы прогнозируем, мы его перевезем как туда, так и обратно. — Максим, ну и последний вопрос. Понятно, что у фестиваля вот за эти долгие годы накопилось уже много проблем. Это не только площадка. Об этих проблемах как-то не говорят вслух, но всем они очевидны. Максим, скажи, в этом году удалось найти поддержку какую-то? — Ну, вы знаете, никто прям так фестивалю не противодействует. То есть, к кому не приходишь, все говорят, да, конечно, мы за. Другое дело, что когда приходишь и говоришь, ребят, раз вы за, помогите нам сделать вот это, вот это и вот это, то тут мало кто помогает. Фестиваль «Воздух» — это один из немногих фестивалей в нашей стране, который является частным. Частным коммерческим фестивалем. Что это означает? Он проводится на частные деньги. На деньги ваши и мои, там, наших знакомых, тех зрителей, которые туда приходят. В этом его главная особенность. Он не финансируется государством, не финансируется муниципалитетом. Это тот фестиваль, который мы с вами вместе делаем. Поэтому он и уникальный. Если на него, наверное, тратились государственные деньги, кто платит, тот и музыку заказывает. А тут музыку, которая у нас есть на фестивале, заказываем мы с вами сами. Поэтому я, честно говоря, не вижу великих проблем. Власти города нас поддерживают. Недавно прошел брифинг в администрации города, и об этом было публично заявлено. Они нам помогают с ограждениями, с маршрутным транспортом, а также с местом встреч для волонтеров. Волонтеры все-таки нужны. Конечно же, такое большое мероприятие, оно не может пройти без не только помощи тех людей, которые платят деньги, которые приходят туда, но и без помощи тех людей, которые помогают все строить, регулировать там парковки, палаточный городок, уборка, там, не знаю, браслетирование и так далее. Это очень много моментов, которые кажутся маленькими, но их очень просто очень много. И если бы не было поддержки ребят, которые хотят своими руками построить этот фестиваль, лично принять участие в его организации, если бы таких ребят не было, то фестиваля «Воздух» бы тоже не было. И мне очень приятно, что эта вот практика крупных фестивалей западных по волонтерству, она пришла и в Петрозаводск, и, честно говоря, я даже не знаю других мероприятий, других событий, где волонтеры столь ответственно, столь с душой относятся к тому, что они там делают. Они искренне разделяют идею «Воздуха», они понимают, что если они этого не сделают, то этого не сделает никто. Будем ждать. Максим, спасибо, что пришли. Я желаю вам удачи в проведении вашего фестиваля и до встречи. Увидимся на «Воздухе». На «Воздухе». Я напоминаю, фестиваль «Воздух» пройдет в этом году 6, 7 и 8 сентября в загородном клубе «Авиаретро». Увидимся. На сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok